Астраханские ковид-центры полностью обеспечены медпрепаратами. В этом лично убедились активисты регионального общероссийского народного фронта и представители общественного совета при областном Минздраве. Они посетили круглосуточный амбулаторный центр Нокотовского. Внеплановую проверку ковид-центра провели по поручению главы региона Игоря Бабушкина. Ранее в СМИ появилась информация с данными опроса, который провел УНФ. Исследования показали, что свыше 70% амбулаторных больных с коронавирусом в регионе не получают необходимые препараты. Агентирование населения провели на интернет-платформе. В опросе приняли участие чуть более 500 жителей региона, из которых 26% респондентов, которые перенесли ковид-19, сказали, что им выдали лекарства. При этом все участники исследования переболели коронавирусом с 2020 года по сегодняшний день. Напомним, для лечения коронавирусной инфекции разработаны специальные методики, утвержденные Минздравом России. Препараты противовирусные, жаропонижающие лекарства от тромбоза, выдаются по предписанию врача согласно диагнозу. Общественники совместно с региональным министерством здравоохранения побывали в ковидном центре Нокотовского. Ежедневный амбулаторный пункт помощи посещают до 300 пациентов. Медучреждение обеспечено необходимым запасом лекарственных препаратов. Медикаменты пациенты получают в случае положительного теста на коронавирус. По информации областного Минздрава, препараты для лечения коронавирусной инфекции были закуплены на сумму 42 миллиона рублей. Когда им выдают противовирусные препараты, это капли в нос альфарона, выдают умифенавир или орбидол, они считают, что это не лечение. Нет, это лечение легкой степени коронавирусной инфекции, именно только противовирусные препараты. Антибиотики только по показаниям выдаются. Мы не выдаем весь спектр наших препаратов сразу при первичном посещении. Думаю, что из любого вопроса надо делать определенные выводы. При посещении данного центра нам показали, как хранятся лекарства. Лекарства представлены в полном виде. Но это касается данного центра. Запас лекарств для одного центра рассчитывают, исходя из ежедневного количества пациентов, которые приходят на прием для амбулаторного лечения. Препараты закупаются за счет средств областного бюджета. Региональные ковид-центры выполняют запасами препаратов ежедневно. По словам председателя общественного совета при региональном Минздраве Геннадия Крылова, в ближайшее время планируют проверить все медучреждения. Кроме того, по мнению общественников, необходимо информировать жителей об условиях получения лекарств. Министерством, общественным советом, представители народного контроля выехали на одно из учреждений, посмотрели ситуацию с лекарствами. Вот за сутки они вчера приняли 270 пациентов. На сегодняшний день достаточность обеспечена теми лекарствами, которые по этим показаниям нужны. Ну, думаю, что надо продолжать эту работу. В Астраханской области более 400 подростков прошли иммунизацию от COVID-19. Вакцинация несовершеннолетних от 12 до 17 лет в регионе началась в конце января. Вакцина для подростков «Спутник М» двухкомпонентная. Прививку можно получить в детских поликлиниках. Перед этим необходимо предоставить письменное заявление одного из родителей или законного представителя. Перед прививкой подростка осмотрит врач-педиатр. Прививка противопоказана, если есть аллергия, хронические и инфекционные заболевания. Сейчас детский ковидный госпиталь, развернутый на базе ОДКБ им. Селищевой, полностью заполнен пациентами. Госпитализированы дети от нескольких месяцев до 17 лет. Число детей и подростков среди заболевших с каждым днем растет. Это подтверждает и в региональном управлении Роспотребнадзора. Несовершеннолетних поражает штамм Омикрон. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от COVID-19. Сертификат о противопоказании к прививке астраханцы могут получить на госуслугах. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомнил, что решение о наличии противопоказания принимают только врачи. Медицинские организации будут направлять сведения о медотводе в единую государственную систему. Оттуда они поступят на портал госуслуг. Найти сертификат можно в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Там же хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител. Сведения начнут обновлять с 10 февраля. В Астрахани строят 7 жилых комплексов. Это свыше 110 тысяч квадратных метров жилья. Строительство многоэтажных домов проходит в рамках программы комплексного развития застроенных территорий. 13 многоэтажек возводят в районе жилых массивов. С начала нового года завершено строительство многоквартирного дома на улице Трофимова в Советском районе. 18-этажное здание на 215 квартир. Реализация проекта позволяет вести строительство по принципам комплексной застройки. С учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отдельных микрорайонах областного центра. Из-за ухудшения эпид-обстановки в регионе сегодня на две недели закрывают кружки, спортивные секции и учреждения доп. образования. По предложению главного санитарного врача Людмилы Носковой, запрет на их работу будет действовать до 20 февраля. В это же время учебный процесс в школах продолжится в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Руководство каждого учреждения самостоятельно принимает решение о переходе на дистанционное обучение. Как заявили участники оперативного штаба, в отличие от школ, где коллектив не меняется, в кружки и секции приезжают дети из разных учреждений образования. В этом случае контролировать эпид-ситуацию гораздо сложнее. Поэтому 14 дней кружки и секции работать не будут. Под исключение попадают тренировки детей и подростков, которые профессионально занимаются спортом. «Человек. Мера всех вещей». Такое название получила новая работа Александра Петрова. Графическое полотно представили на 8-й персональной выставке художника в Кривейческом музее. Более 50 работ Александр Петров посвятил историческим личностям, природе Астраханского края, фантазийным сюжетом натюрмортов и жанровым сценам. На их фоне выделяется серия полотен, которая отражает видение художника на образ совершенного человека. Полептих состоит из пяти частей, каждая 5 метров в длину. При выполнении работ художник использовал сусуальное золото. На полотне можно рассмотреть ветру от дивного человека Леонардо да Винчи. Бурлаков – силуэт знаменитого архитектора Ле Карбьюзи, который, как и другие, искал пропорции золотого сечения. А еще глубже, если внимательно посмотреть, там идут вот эти коллажи и эти лего собранные. Тоже человечки, тоже человечки. И с каждым разом становится хуже, хуже, более схематично, менее интересно. Но это все вот концентрировано в одном произведении, размышлении, скажем так. Региональные службы ЗАГС готовят тематические проекты. Они будут посвящены году семейных традиций. Так, в рамках проекта «Азбука семейного воспитания» в регионе пройдут круглые столы, беседы и дискуссии. Их проведут районные отделы службы ЗАГС. С участниками проекта специалисты будут обсуждать семейные традиции, ценности воспитания детей и историю народов. Программа рассчитана для студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений. Традиции, ориентиры правильные, которые в любом случае ребенку нужно прививать. И чем раньше начать их прививать, тем будет лучше. Вы знаете, как интересно проходит у нас мероприятие с малышами в детских садах, когда мы даже не ожидаем реакции этих маленьких ребятишек и таких умных их суждений, таких интересных размышлений о семье, о любви, о детях, о родителях. И пока это все новости к этому часу. Больше информации на нашем сайте. Ну а мы ждем от вас тем для репортажей. Пишите нам в мессенджеры и звоните в редакцию. Ну а я желаю вам хорошего начала рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова